Ты меня подставил, вообще, все пока. Мне очень понравилась идея данного шоу. Ах ты, шелунишка. Ладно, ладно. Хорошо, очень комфортно. Два папоротника, два креслечка для тет-а-тет, скажем так, в общем. Беседы. Да, да. В общем, какая-то жижа коричневая. Вот как! Всем привет, друзья! И как вы знаете, у меня существует шоу, и называется оно «Дневная радуга». Уже «Дневная радуга». А ты сообщила вообще? Ну ты как-то сумбурно-сумбурно начать так, что ренейм произошел, там как-то. А, подожди, а мы уже вроде говорили это в моем видео. Да, мы уже говорили, но я вообще сообщила уже как бы. Все, 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 шоу «Дневная радуга» выходит на YouTube. канале «Ульянка Рейнболл». Да, все так и есть. А я секретарь сегодня, в общем, выступаю, как секретарь, разумеется. Да. И, кстати, вот этот секретарь, он очень многофункциональный. Да. Ёши построил мне такое место, местечко, где мы будем, в общем, снимать это шоу. «Дневную радугу», между прочим. Вот, за что большое спасибо тебе. Да, раз стараться. Высокопочтенный Ёшислав Грибас Бряченко. Да, я, да, я. Ну, в общем, Ульян, честно говоря, здесь не то, чтобы все прям, ну, по высшему, скажем так, разряду. Здесь, вот, как я и говорил, тет-а-тет с двумя папоротниками вот шикарными. Это, а-а-а-а-а. И здесь перекрашенная вот эта вот зона для того, чтобы, ну, красиво сочеталось с полом. Мне вот вообще очень понравилось, что вот так вот, а-а-а, боже мой, перекрасил ты и прям очень сочетается. Прям, знаешь, такое, что-то современное. Так, минуточку, вот так вот, оп. Ага, ага. Современное такое, знаете, как-то, как-то хай-тек. Да, понимаю, понимаю, да, так и есть получается. В общем, да. Итак, ребят, мы заняли с Ёши свои места, я ведущая, ваш покорный слуга. И Ёши сегодня в качестве гостя. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Итак, сегодня мы будем обсуждать, в чем заключается это шоу. Да, у нас, знаете, как-то было очень много вариантов, разные вариации, разные тематики и прочее. И мы пришли к тому, что, типа, будут, опять же, разные приколы. То есть, первое, например, какие-то рекомендации. То есть, почему вам стоит играть в Роблокс? Почему вам стоит, не знаю, посмотреть сериал Шерлок? Почему вам стоит смотреть шоу Дневная Радуга в конце-то концов? Это вот первая тематика. А вторая тематика состоит из обсуждения и решения насущных проблем. Ну, например, допустим, мы представим ситуацию, что вы застряли в очереди. Ну, просто стоите в очереди. И что вам делать, почему вы туда попали, будет обсуждаться на этом шоу? Ну, конкретно почему, я точно не знаю, но мы можем обсуждать и даже это, да. Да, вам поможет в этом шоу Дневная Радуга. Но у нас еще есть третья тематика. Она такая экспериментальная. Это когда мы будем смотреть какие-нибудь видосики, тиктоки, в общем, и это все дело обсуждать тоже. У нас, по факту, передача про обсуждение. Обсуждение каких-то хороших штук, обсуждение каких-то проблем. Это вторая тематика, о которой говорила Ульяна. И обсуждение каких-нибудь, не знаю, прикольных видосиков и прочего. Кстати, ребят, вы можете писать в комментариях свои тематики, которые мы будем обсуждать на этом шоу. Да, ребят, и перед тем, как мы перейдем к обсуждению супер важного момента, супер важного вопроса, который у нас на повестке дня. Хочется напомнить о том, что вы можете поставить лайкосики этой серии. Это она самая первая. Это будет мотивировать Ульяну, да и нас всех снимать больше, снимать лучше, качественнее, менять карту под себя, звать кого-нибудь в гости и все такое. Так что, кто еще не успел поставить лайк и подписаться, самое время это сделать. А мы начинаем. Итак, уважаемая Ульяна, представим, что я сейчас не ваш секретарь, не ваш гость, а просто дорогой зритель по ту сторону голубых экранов, как говорится. Почему я должен смотреть ваше шоу? Да, ой, это знаешь, это какой-то такой приемчик, блин, это наподобие, почему вы думаете, что вы пригодны для этой работы, например, как я вот это пойму. Это какой кошмар, вот это начинается издевательство. Ну, потому что я хороший работник, потому что мне нравится вести это шоу, я не знаю, ну, что, что можно здесь сказать. Это же, я предлагаю убрать этот пункт, во-первых. Кстати, если вам понравился этот вопрос, мы можем обсудить его гораздо подробнее. Вот это вы можете, конечно, да, пишите в комментариях, потому что это очень такой насущный вопрос, мне кажется. Итак, во-первых, это шоу интересное, я надеюсь, вот, блин, я же не могу сказать что-то такое, например, оно интересное, но как я могу судить, как бы, от своего мнения? Ну, мне хочется, чтобы оно было интересным, вот, а вы можете поставить лайк, тогда мы будем думать, что вам это действительно нравится, и тогда будем считать, что оно интересное, вот, все логично. Ульяна, я хотел бы вернуться к твоей параллели о том, что, типа, это как вопрос, типа, почему вы подходите на эту должность? Это, знаешь, это настолько странный пережиток прошлого, это как вот у маркетологов «продайте мне эту ручку», это очень странно, да, я согласен. Я даже фильмец вспомнила. Тем не менее, мы можем, мы можем описать, почему вы должны смотреть эту передачу, ну, как-то должны, это как-то звучит очень, не очень, но почему вы можете, да, почему вы можете смотреть эту передачу? Значит, так, смотрите, потому что, во-первых, во-первых, это, а, второе, да, это второе, разумеется. Во-вторых, во-вторых, здесь обсуждаются ваши проблемы, и их решение тоже находится, то есть вы можете написать в комментариях, уважаемая Ульяна, или, подожди, Ульяна, а как тебя называть? Может быть, как-то по отчеству, как-то по отчеству, или просто, просто уважаемая Ульяна, я думаю, сойдет, да? Ну, мне теперь кажется, ну, уважаемая Ульяна, это слишком как-то официально. Ну, хорошо, просто Ульяна, хорошо. Ульяна, у меня слишком много задает учитель домашки по физике, а мне не нравится физика, мне нравится химия, что нам делать в этой ситуации, точнее, мне делать в этой ситуации, конечно же, тот человек, который спрашивает. А, ну да, я думаю, ничего себе, да. Нет, у меня с физикой нет проблем, все хорошо. Да, конечно, конечно, мы постараемся, чем можем, мы поможем, боже мой, почему я говорю какими-то стереотипными фразами, ну, да, мы постараемся помочь и обсудим, что делать. Разобраться в ситуации. В ситуации, да, да, да. Это, получается, второй пункт, вот, почему вы можете смотреть это шоу. Получается так. Третий, третий момент, это, опять же, мы сейчас пересказываем начало, то есть, третий пункт, это, потому что здесь советуют много чего хорошего, будут советовать много чего хорошего. Ульяна, давай начнем, посоветуй аниме. Ах ты, шелнишка. Ладно, ладно, это, это... Ну, слушай, ну ты, конечно, даешь, но как я могу посоветовать аниме, если я смотрела всего лишь парочку? Я, я, это скорее к тебе вопрос, ну, ты меня подставил. Ну, ладно. Ты меня подставил вообще, все, пока. Это, знаешь, это такие вопросы, типа, опять же, на которые сразу не находятся ответы. Знаешь, типа, расскажи смешную историю из жизни, или там, расскажи, расскажи что-нибудь интересное, когда, вот, знаешь, с человеком не общался просто, там, не знаю, 10 месяцев, не знаю, почему сказал эту дату, просто 10 месяцев, не общался с человеком, и он такой, привет, что нового? Да, и ты такой думаешь, ну, блин, да как тебе сказать? Я не готового, на самом деле. Ты просто такой говоришь, ничего, да, 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 просто ничего. Вот так вот и здесь у Лены и аниме. Ну, в общем, ладно, в общем, ребят, здесь советуют много всего интересного. Я вот посоветую вам посмотреть аниме, которое только выходит, называется «У коми-сан проблемы с общением». Очень классное аниме, читал мангу, смотрел аниме, очень советую, максимальные рекомендации. Вот, смотрите, уже три пункта, по которым вам стоит смотреть это шоу. Я знаю, если ты будешь советовать аниме, я буду советовать мультики, ребята. Я просто специалист по мультикам, я сбываю их названия, но я могу составить списочек свой, где у меня будет топ своих мультиков. Вот, поэтому, наверняка, вы уже слышали из моих уст эти мультики, но я буду их пополнять, вот, поэтому вот еще один. Хотя это, наверное, сходит в предыдущий пункт. Ну да, вот смотрите, три пункта довольно объективных, между прочим, пункта присутствуют. Да. А, ну смотрите, я придумал сейчас четвертый пункт. Разумеется, разумеется, помимо чудесного ведущего, здесь будут очень интересные гости. Чудесные, да, не менее чудесные. Не, может, знаете, может даже будет общение с залом, может быть, мы как-нибудь будем взаимодействовать с ребятами, там, из Дискорда или около того. В общем, это, я считаю, что достойный четвертый пункт. Я абсолютно согласна. А еще я тут заметила, вернее, в общем, у меня тут рядышком стоит очень вкусный кофе, наверняка вкусный, я точно не знаю. Ну или чай, в общем, какая-то жижа коричневая. Вот как? Это я что-то ставил, я старался, я искал. Я тебе ноутбук поставил, я тебе книжечку для записи влепил. Ноутбук вообще за четный. И все сделал. Да я просто, я шутканула, ладно, хорошо, извиняюсь. В общем, здесь очень классный ноутбук, здесь прям вот сенсорная штуковина есть, прям вообще. А тут у тетрадочки даже есть дырочки, которые вот туда вставляется вот эта вот пружиночка. И, короче, я обожаю такие тетрадки, это прям вот вообще прям очень-очень вкусно, хотела сказать. Да, очень вкусно. Я не знаю, сойдет ли это за новый пункт, но... За четвертый. А, подожди, это пятый. Эстетика. Да, 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 да. Слушай, а полагается ли гостям тоже какие-то напитки, полагаются ли? О, слушай, ну, наверняка, возможно, наверное, да. Да, может быть, ну, мы поставим, конечно, кружечки, кружечки поставим и все. Да, ну да, да, полагается, конечно. В чем вопрос, боже мой, следующий вопрос. И вообще, я ведущий, я задавал вопросы. А вот так что ты и задавай, ты и задавай вопросы. Ну все, получается, мы рассказали довольно много пунктов, по которым вам стоит смотреть данное шоу. А теперь можно небольшое интервью, Ульяна. Просто парочку вопросов создателю данной карты, я отвечу на них. Ага. Ну, смотрите, смотрите, я хочу спросить первый вопрос, который приходит ко мне в голову. Это как ты вообще решился и как ты создал такую красоту. Но, прежде чем ты что-то ответишь, я предлагаю пойти и сесть в очень особенную локацию. Пройдемте, пройдемте, Ульян. Вот присаживайтесь. Это два папоротника и вот какой? Ага. Да. Это место будет ваше, все, а это, значит, мое. Ой, вы знаете, Ульяна, спасибо за вопрос. Очень-очень хороший вопрос. Очень хочется на него ответить, разумеется. Мне очень понравилась идея данного шоу. И я подумал, что было бы здорово иметь статичные какие-то зоны для съемки. И я подумал, что нужно в обязательном порядке их сделать. Вот, например, как здесь. Как здесь. Здесь сидеть просто чудесно. Мне очень нравится. Очень комфортно, да. Два папоротника, два креслечка для тет-а-тет, скажем так, в общем. Беседы. Да, да. Два котика причем. Между прочим. Вот. И, в принципе, вполне себе адекватно. Только вы и я немножко пробиваем это кресло. Но это детали, я считаю. Слушай, я сейчас, ты сказала за детали, и я увидела у котика глаза. А глаза эти твои экраны. Представляешь, они немножко как грековые. Боже мой. Помогите мне это развидеть, кто-нибудь, я не знаю. Это реально жутко. А моя маска это носик. И шляпка, это получается красный нос. Боже мой. Боже, как это выглядит страшно. Ульяна, давай не надо, пожалуйста. Ладно, хорошо. Но я не могу, это мозг сам мой придумывает. Я не виновата. Все, я теперь не хочу отвечать больше на вопросы. Мне стремно теперь в этом кресле сидеть. Но я не хочу отсюда уходить, потому что здесь миленько выглядит все. Да, да. Я соглашусь, потому что, на самом деле, в Икеа, например, постоянно строить вот эти вот штуки, это, ну, по крайней мере, не очень удобно. Поэтому вот твоя идея прям очень хороша. Да. Ну что, ребят, я надеюсь, что мы вас заинтересовали. И пишите в комментариях свои тематики и вообще, что вы думаете об этом шоу. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще раз. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.